Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Четверг, 12 июля, и давайте посмотрим, что у нас происходит на финансовых рынках. Начнем, как всегда, с пары евро-доллара, ну а я напомню, чтобы вы не забыли поставить лайк, если вам нравится это видео. Итак, по паре евро-доллар. Вчера мы обновили локальные минимумы, шли ниже минимальные значения 10 июля, что подтверждает на текущий момент сохранение нисходящей тенденции и прежний план сохраняется. Цели по снижению ближайшей это область 1.1584, среднесрочная цель это отметка 1.15. После обновления минимальных значений, которые были сделаны вчера, теперь мы можем скорректировать ближайший разворотный уровень на максимум вчерашней торговой сессии, так как следующий импульс по ходу нисходящего движения у нас уже был. Поэтому ближайший разворотный уровень на текущий момент по текущей ситуации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера, на 1.1757. По паре британский фунт американский доллар вчера мы вышли, ушли ниже минимальные значения 10 июля. Теперь следующая цель по продолжению нисходящего движения по паре британский фунт американский доллар это движение ниже уровня 1.3188. Продавать сейчас довольно-таки рискованно, так как мы торгуемся вблизи уровня поддержки. На мой взгляд это более разумно дело в том случае, если последует коррекция и с небольшим стопом за уровень 1.33 попробовать войти на продажу по паре британский фунт и далее двигаться по направлению 1.3091 и соответственно 1.3038. Возврат к покупкам здесь будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше уровня 1.3301. По паре американский доллар, канадский доллар вчера на публикации данных по запасам нефти пара американский доллар, канадский доллар дошла до уровня поддержки. Уйти ниже уровня отмены восходящего сценария паре не удалось, поэтому на текущий момент тенденция восходящая также сохраняется. Цели роста это область 1.3393. Тот сценарий, который мы отмечаем с начала текущей недели, сохраняется и движется по направлению восходящему. Ближайший разворотный уровень также пока остается на минимальные значения, которые были зафиксированы 9 июля и вчера 11 по цене 1.3064. По паре американский доллар, японская иена тенденция восходящая сохраняется. Вчера преодолели область сопротивления на уровне 111.35. С тех пор прошли порядка 100 пунктов и подошли к области сопротивления уровню, которому торгуемся прямо сейчас. Если мы посмотрим с вами более крупные таймфреймы, то увидим, что трендовая линия как раз в этой области и проходится. Говорит ли это о том, что данный уровень станет каким-то важным сопротивлением? Скорее всего нет. Но здесь важно будет смотреть, как ситуация будет развиваться вблизи данного уровня. Входить, скажем, на покупки по текущим ценам довольно-таки опасно, так как опять же идет покупка по самым максимальным ценам. И на мой взгляд это более разумно делать в случае коррекций как можно ближе к ближайшему разворотному уровню, который находится на отметке 110.75 и далее двигаться уже по направлению на 113.77. По паре австралийский доллар и американский доллар тенденция нисходящая на текущий момент сохраняется. Вчера подошли к области поддержки на уровне 73.36. Сейчас может последовать коррекция с последующим продолжением нисходящего движения до уровня 73.04. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем пока все так же на максимумах 10 и 9 июля, которые были зафиксированы по цене 74.83. Еврофунт на текущий момент продолжает свою тенденцию восходящую. Данная тенденция будет актуальна до тех пор, пока еврофунт торгуется выше уровня 88.19. Но в том случае, если цена сможет преодолеть данную область поддержки, то будем ожидать возобновления нисходящего движения по данному активу. Золото продолжает движение нисходящее. Также подошли к области поддержки, которая находится в диапазоне 1238-1240 долларов за тройскую унцию. И следующая цель это данный уровень преодолеть в том случае, если тенденция сохраняется нисходящая. Поэтому сейчас может последовать коррекция в рамках диапазона 1257-1240. Ну и после этого уже движение следующий импульс, нисходящий по направлению на 1237. Нефть марки Brent также вчера на запасах уходит. Во-первых, не смогли мы преодолеть 10 числа максимум в области 29 июня. Это максимум, который был зафиксирован по цене 79.81. Ну и вчера на запасах мы ушли ниже минимума 6 июля, что пока возвращает нас вновь к нисходящей тенденции по нефти марки Brent. Следующие цели по снижению это область 68.67. Ну а отмена данного сценария последует в том случае, если она уйдет выше максимум, которые были зафиксированы 10 июля по цене 79.74. Но на текущий момент от текущих цен довольно-таки большого расстояния порядка 500 пунктов. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Следующие цели по снижению это область 12262 и 12081. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум, который были зафиксированы вчера по цене 12643. Ну и биткоин продолжает свою тенденцию нисходящую. Сегодня уже обновили локальный минимум, ушли ниже минимума вчерашнего торгового дня, который был зафиксирован по цене 6243. Движемся по направлению на 5745. Напомню, среднесрочное и долгосрочное общее направление сохраняется нисходящее, поэтому сейчас движемся в сторону основного тренда. Но где данное снижение остановится, уже будем смотреть на наших следующих обзорах и вебинарах. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайк, подписываться на YouTube-канал для того, чтобы получать уведомления о добавлении новых видео и оставлять ваши комментарии. Всем хорошего торгового дня и до свидания.